Привет всем! Сегодня я хочу поговорить о ложных утверждения о буддизме. На самом деле их очень много и за один выпуск я их явно не успею все проговорить, так что сегодня будет всего пять штук, но таких, всеобъемлющих, самых-самых-самых. Потому что очень часто, когда мне приходится говорить с человеком, который, может быть, не очень интересуется буддизмом, что самое страшное, иногда считают, что он интересуется, мне приходится раз за разом проговаривать именно эти пять вещей. Итак, поехали. Номер раз. Истинный буддизм – это тибетский буддизм. В каком виде я это обычно получаю. В разных видах. Но самый популярный вариант – это когда я рассказываю человеку что-то о том, как сейчас в современном буддизме или там как в японском буддизме, и получают, ну это там у вас, вот в настоящем буддизме. И дальше я понимаю, что человек мне рассказывает про тибетский буддизм. Давайте объясню, в чем тут, в чем тут за кавыка. Во-первых, мне кажется, что вывести какой-то истинный буддизм достаточно сложно. Потому что буддизм он разный, он распространился по всем странам и в разных странах очень разные представления о том, что собственно является буддизмом. И я считаю, что это нормально. Религия должна как-то модернизироваться, адаптироваться под местные потребности, скажем так. И если она этого не делает, она просто исчезает. Поэтому абсолютно нормально, что в одной стороне все вот так, в другой стороне все несколько иначе. Это не значит, что где-то оно более истинно, где-то менее истинно. Все примерно, ну, более-менее одинаково. Это во-первых. Во-вторых, собственно, тибетский буддизм – это только один из вариантов буддизма. Причем, ну скажем так, достаточно специфический. И это даже не самый древний вариант буддизма. Например, в Китае буддизм пришел сильно раньше, в Японии, ну плюс-минус в то же самое время, когда и в Тибет. И сказать, что вот в Тибете он какой-то особенно точно сохранившийся – да нет, ни в коем случае. Если вы даже считаете, что истинный буддизм – это самый-самый-самый консервативный вариант буддизма, то вам не в тибетский буддизм, вам вон туда, вон в Тараваду. Потому что это сейчас самый, пожалуй, консервативный вариант буддизма, который мы знаем. Все остальные просто не дожили. Итог. Мы не можем сказать, действительно ли вот это именно то, чему учил Будда. Там тоже уже, я подозреваю, хватает новых вияний. Номер два. Тавар-Лама – это папа-римский буддизм. Нет, это не папа-римский буддизм. Хотя я подумала, что на самом деле где-то примерно проблемы с восприятием там же. То есть очень часто считают, что папа-римский – это как-то вот авторитет для христиан, для всех христиан. Нет, конечно, не для всех. Далай-лама тоже не является авторитетом для всех буддистов. Ни в коем случае. И вы можете сколько угодно привозить мне цитаты с Далай-ламы. Я не буду считать, что «о да, 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 я посрамлена». Оказывается, вот оно, как в буддизме. На самом деле, конечно, Далай-лама является очень важной фигурой в современном буддизме. Ну, я имею в виду нынешнего Далай-лама. Предыдущих, я думаю, не все помнят. Но в то же самое время для кого он является важной фигурой? Для всех буддистов? Нет, не для всех. Если для кого-то он является однозначным лидером, светом в окошке, моральным компасом, то это для тибетской школы геок. А как там даже в остальных школах тибетского буддизма? Вот, кстати, меня смотрят специалисты по тибетскому буддизму? Если да, то расскажите, насколько он вообще почитается в других школах тибетского именно буддизма? Потому что, насколько я знаю, там по-разному бывает. Но если мы говорим про другие страны, то Далай-лама – это просто еще одна очень важная фигура, но не самая важная. Например, я принадлежу к школе Тендай, и если мне нужно выбирать между Далай-ламой и, например, монахами, прошедшими тысячедневную практику, у Ачари, то, конечно же, я выберу у Ачари. Они, мне кажется, куда более интересными и крутыми. Да, вот это вот моральный компас. А Далай-лама, ну да, он мне нравится как человек, но я даже далеко не во всем с ним согласна. Номер 3. Японский буддизм – это дзен-буддизм. Вот мне очень-очень надоело это утверждение и надоело это представление. Может быть, здесь у меня личный подход, потому что я, в общем-то, в японском буддизме, но я в другой школе, я не в дзене. Но каждый раз, когда люди слышат, что я именно в японском буддизме, что я приняла буддизм в Японии, сразу же первый вопрос – дзен. Нет. Но на самом деле значительно более подробно об этом вопросе здесь, по ссылочке. Пока же вкратце расскажу, в чём тут прикол. Дело в том, что дзен-буддизм – это даже не самый популярный вариант буддизма в Японии. Буддизм чистой земли, то есть джодо-шинши намного более популярен. Подавляющее большинство японских буддистов, которых вы встретите, будут, скорее всего, принадлежать именно к джодо-шинши, потому что это самая массовая школа. Ещё вариант, как вариант, они могут принадлежать к ничеранчу, ну или к какому-то из вариантов ничеранчу. Но дзену, пожалуй, много, но не очень. Ну да, конечно, дзен оказал очень большое влияние на массовую культуру, на традиционную культуру, распространялся за рубежом очень-очень хорошо. Но, тем не менее, это только один из вариантов японского буддизма. Я бы даже сказала, что вот какой буддизм, я считаю, однозначно японским, трудно сказать. Или джодо-шинши, или ничеранчу, потому что они во много, вот, они, ну, ничеранчу, оно вообще сформировалось целиком и полностью на японской земле. Ну и джодо-шинши, в общем-то, тоже. Хотя, ну, идёт как бы из амедоизма, но, как сама скушкова, она оформилась именно в Японии. Так что вот он, настоящий японский буддизм. Но почему-то мало кто об этом знает. Четвёртое. Есть одна самая главная сутра в буддизме. И это... А вот что это, тут ответ, понятное дело, варьируется. Давайте сразу оговорюсь. Если вы принадлежите какой-либо школе буддизма, в которой действительно одна сутра является, считается самой-самой-самой главной, например, лотосовая сутра, то для вас это мнение абсолютно нормально. Ничего здесь странного нет. Но если же вы не являетесь буддистом, то, ну, как бы вам сказать, не совсем так. Давайте начнём с того, что если представителя варанических религий можно назвать людьми книги, то буддистов можно спокойно назвать людьми библиотеки. Наш канон огромен. И это фишка. И, в общем-то, его очень сложно освоить. Мы клянёмся, что мы его освоим. Потому что даже, да, мы регулярно в клятве Чигу Сэйнан произносим как раз то, что мы клянёмся выучить канон. Хо-му-му-джин Сэйган-чи. То есть канон не постижим, но я обязуюсь его выучить, его запомнить. Но на самом деле, конечно же, это очень-очень сложно и, возможно, может быть даже невозможно. В разных школах упор делается на разные сутры. И сказать, какой из этих сутр, какой конкретно источник является самым важным, довольно сложно. В каждой школе он будет свой. Где-то, да, где-то самым важным считается там палийский канон, где-то считается, например, лотосовое сутра. И всё это, опять же, восприятие сутр очень сильно зависит от их трактовки. Трактовка, она тоже разная в разных школах. И я бы сказала, что вывести какой-то один источник, который будет самым важным для буддизма вообще, на мой взгляд, невозможно в принципе. Нет, это нереально. Так что просто смиритесь. Наш канон, он не объемен. Номер пять. Западный буддизм – это не настоящий буддизм. Существует представление, что тот вариант буддизма, который распространился в условном Западе, то есть в США, в Западной Европе, это такой буддизм-лайт. Он абсолютно не является настоящим буддистом. Буддизм – это просто вот, ну скажем, богатые люди развлекаются. Ну или, как вариант, это такой игрушка для торчков. Нет, это не так. Во-первых, начнем с того, что первые буддисты на американской земле, на западноевропейских странах были азиатские мигранты. Именно они привезли буддизм. И потом уже, да, люди стали постепенно интересоваться, не только азиаты стали интересоваться буддизмом, стали приходить буддизмом. Это было постепенно, было несколько волн такого интереса. И, пожалуй, то, что выходило на поверхность, оно действительно порой воспринимало, ну, выглядело немножко странно. Но это только поверхность. И важно еще тот простой момент озвучить, что, например, если мы говорим про США, то там огромное количество всяких школ буддизма. Внутри этих школ куча всяких направлений. И сказать, что там существуют исключительно облегченные варианты, да нет, не облегченные. Да, есть всякие mindfulness и так далее, которые действительно можно назвать буддизм-лайт. Но в то же самое время есть очень консервативные и очень жесткие формы буддизма, которые, наоборот, очень консервативно относятся к практике. Я даже знаю несколько случаев, когда людей из Японии посылали в США и, по-моему, один раз это была Франция. В какой-нибудь монастырь, чтобы пройти более жесткую практику. То есть у нас тут в нашем это так, а вот где-нибудь в США там есть маленький монастырь, и вот там реально дрючат. Это показывает, что все значительно сложнее. Я думаю, что сейчас очень много людей из стран, в которых буддизм пришел сравнительно недавно, которые являются очень-очень серьезными практиками. Собственно, к чему я все это подвожу? Подвожу я это к тому, что буддизм это очень-очень-очень широкая традиция. И нельзя сказать, что есть какие-то истинные формы, есть неистинные формы. Есть очень много всяких буддистов, всяких школ, всяких традиций. И если вы встретили человека, и он как-то не вписывается в ваш шаблон буддиста, вполне возможно, что проблема не с человеком, проблема с вашим шаблоном. Желательно выслушать этого человека, понять, чем для него является буддизм, к какой школе он относится, что он изучает. И вполне возможно, что вы найдете что-то новое, абсолютно неизведанное для вас. Это были пять ложных утверждений о буддизме, которые я посчитала нужным говорить. Конечно же, это далеко не все. И я с удовольствием, если будет отклик на это видео, расскажу и про другие формы заблуждений. Но если у вас есть какие-то примеры странных вещей, которые вы слышали о буддизме, пожалуйста, в комментарии. Я буду очень рада. Я непременно постараюсь на них ответить, рассказать о них. Ну а пока, пока-пока. Пока. 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 Пока.